Обмен удерживаемыми и подписание мирового соглашения с российским Газпромом. Подробности об этом и не только прямо сейчас в выпуске в студии Татьяна Резвин. Кабинет министра в Украине согласовал подписание мирового соглашения с российским Газпромом в рамках договоренности о продлении транзита газа. Соглашение касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиардов долларов. Распоряжение опубликовано на сайте Кабмина. Это было одним из условий России для заключения нового контракта. Накануне Газпром выплатил Украине почти 3 миллиарда долларов компенсации по решению стокгольмского арбитража. Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Ордло должен состояться завтра, 29 декабря, сообщил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область. По его словам, украинская сторона надеется на обмен, но согласование списков еще не завершено. Предположительно, процедура будет происходить на контрольном пункте въезда-выезда Майорская, это Донецкая область. 29 декабря КПВВ работать не будет, сообщили в пресс-центре объединенных сил. Якобы из-за технических причин, говорится в сообщении. Экс-беркутовцы, подозреваемые в убийствах на Майдане, включены в список на обмен. Об этом прокуроры заявили на заседании Киевского апелляционного суда. Там рассматривают изменения меры пресечения подозреваемым. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Оброскине, находящихся под стражей. А также Сергея Тамтуря и Александрия Маринченко. Они под круглосуточным домашним арестом. Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Прокуроры также признали, что риск побега экс-беркутовцев остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен. Далее пожизненные отпустили. Харьковский районный суд вынес приговор обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта в феврале 2015 года. Владимир Дворника, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков признаны виновными. Их приговорили к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества. До вступления приговора в законную силу меру пресечения изменили. Из содержания под стражей наличные обязательства. Прокурор отметил, это связано с предстоящим обменом удерживаемых между Украиной и Ордло, о котором договорились на нормандском саммите. Обидно, очень обидно, но лишь так Украина может выполнить свои международные обязательства. Но я повторяю, мне жаль, что приходится изменить меру пресечения. Я категорически против обмена и считаю неприемлемым то, что люди, которые совершили убийство, убийство спланированное, причем убийство спланированное с большим количеством людей, они вообще включены в этой списке. Категорически против. 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины революции достоинства произошел взрыв. Тогда погибли 4 человека, в том числе 15-летний Даниил Дидик. Еще 9 человек пострадали. Стрельба на меткость, место и в движение. В Луганской области украинские танкисты усовершенствовали свое мастерство. Учения продолжались два дня и проходили в три этапа. Сначала отрабатывали тактику, потом практику, сообщили в пресс-центре объединенных сил. Тренировались военные на модернизированных танках. Они оснащены тепловизорами, навигаторами и более мощными двигателями. Поддержку российских политзаключенных прошли пикеты в центре Москвы. Активисты требовали освободить осужденных по так называемому московскому делу. Участники одержали плакаты с хэштегом «Елка-212». Это отсылка к номеру статьи о несогласованных акциях. Также на площади установили елку с плакатами узников. Там есть и портрет Константина Котова. Он постоянно поддерживал украинских военнопленных и политзаключенных Кремля. Задержали Котова 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов. Депутаты Мосгордумы приговорили к четырем годам тюрьмы. От русского к украинскому. Все больше русскоговорящих переходит на украинский язык. Москва утверждает, что они подвергаются в Украине репрессиям. Действительно ли это так? Корреспонденты ЮЭТВ развенчают российский миф. Я из города Краматорск Донецкой области. В принципе, я росла в русскоговорящей среде. Однако в моей семье говорили на Суржике. Я родилась в Мариуполе. Поверьте, там никто не разговаривает на украинском. Разве что моя учительница украинского языка. Я родился под Киевом, в городе Васильков. У меня русскоговорящая семья. Мы говорили на русском до декабря 2013-го. Начало революции достоинства. В 2014-м, когда началась война, тогда я перешла на украинский. Принципиально я поняла, язык имеет значение. У моего прадеда была мельница. Его фактически расстреляли за то, что он относился к украинской буржуазии. С началом войны между Россией и Украиной этот вопрос еще более обострился. Я встречалась с парнем из Мариуполя. И он мне как-то сказал, а давай общаться на украинском. Я уже давно принципиально не перехожу на русский. Потому что мне это важно. Тем более, что после 2014-го я начала воспринимать русский как язык оккупанта. И в магазине, и в кафе я уже почти ругаюсь из-за этого. Требуя обслуживать меня на украинском. Нам однозначно не нужна защита. Если ко мне подходили парни-знакомицы на улице, отвечала им принципиально на украинском. Так они кричали «Бандеровка» и просто отходили. Притеснения русского языка в Украине однозначно нет. Нет, я никогда не слышала, что вы мне говорили «не понимаю русского, говорите на украинском». Вот, никогда не слышала. Международный день кино отмечают в мире. Украинский кинематограф начал развиваться еще в 1893 году. Тогда инженер Йосиф Тимченко разработал первый кинескоп. Сначала показывали и снимали немые ленты, самая известная из них «Земля» Александра Довженко. А первый кинотеатр в Киеве открыли в 1897-м. О лучших украинских фильмах за последние годы, которые признал мир, далее. Военная драма «Киборги» за 8 недель украинского проката собрала почти миллион долларов. Это рекорд для отечественных фильмов. В картине рассказываются события 2014 года, когда украинские военные сражались с боевиками за Донецкий аэропорт. Фильм «Племя» – первая в мире кинолента, снятая без единого слова, только языком жестов, без субтитров, интертитров или закадрового голоса. А главные герои – не профессиональные актеры, а обычные подростки. Ленту представили на более ста кинофестивалях мира, где она получила свыше 40 наград, среди которых три приза Каннского кинофестиваля. Украинский исторический фильм «Червоны» – экранизация одноименного романа Андрея Кокотюхи. Эту ленту выдвигали на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Запрещенный фильм об украинском поэте-диссиденте Василии Стусе. Он бросает вызов тоталитарной системе СССР. Когда я узнал, что буду играть Василия Стуса, я начал очень много читать его стихов, воспоминаний и переписок. Для съемок фильма «Захар Беркут» использовали 3000 костюмов ручной работы, сотни единиц оружия и даже специально построили поселение. Фильм «Экранизация исторической повести Ивана Франка» рассказывается в ленте о монгольском нашествии, которое на своем пути сметает десятки городов и целое Великие княжества. «В свободе моя сущность» – это слоган этого фильма. Свобода для меня – это свобода выбора. Украина-британо-польская картина «Цена правды» завоевала гран-при «Золотых львов» на 44-м Гданском кинофестивале. В центре исторического триллера – образ британского журналиста Гаррета Джонса. В 1933 году он отправился в Украину и увидел преступления советской власти. Гаррет пытался донести правду о миллионных жертвах всему миру. Чем больше я узнавал о голодоморе, тем больше злости испытывал. На создание новых украинских фильмов в 2020 году правительство выделило более 6 миллионов долларов. Среди них и документальная лента «Железные бабочки» о катастрофе рейса MH17. Алена Веклич, UATV Об этом и других событиях читайте на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.UA Пока это вся информация, но менее чем через 2 часа мы к вам вернемся с новостями на русском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова